Продолжение следует... ...в нашем районе в организации учебно-воспитательного процесса, профориентации учащихся, является первая школа. Вот об этом давайте поговорим. В Кенель-Черкасском райкоме партии Куйбышевской области говорят о выпускниках вот этой школы. Средний номер один. Обыкновенная сельская школа. Самые обыкновенные ученики. Но почему райком партии, руководители колхозов и совхозов так заинтересованы в том, чтобы в хозяйство района пришли выпускники именно этой школы? С этим вопросом мы обратились к директору, заслуженной учительнице школы РСФСР Валентине Матвеевне Веревкиной. Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Успех дела решают люди, кадры. Большинство учителей нашей школы здесь родились и выросли. Получив образование, вернулись в родную школу. Они хорошо знают и учеников, и их родителей, и семьи. А главное, все они большие энтузиасты своего дела. Побывайте на наших уроках. Мы не утверждаем, что именно этот урок первый. Но он главный. Главный и для учительницы Александры Ивановны Иларионовой, и для ее учеников. Урок приобщения к родной земле. К посильному труду на этой земле. Дети помогают колхозу прореживать всходы свеклы. Работа, прямо скажем, малопривлекательная. Но здесь, на этом же поле, трудятся их отцы и деды. Те, кто без остатка отдает себя нелегкому крестьянскому труду и считает труд этот счастьем. Александра Ивановна уверена, именно на таких уроках ребята начинают понимать не только щедрость и красоту земли, но и красоту труда на этой земле. Труда для всех. Дети приобщаются к большому делу. И тогда более понятным становится для них рассказ Евгения Пермика «Чужая калитка». Как вы думаете, ребята, о чем это произведение? Какова главная мысль этого рассказа? Игорь Кавригин. Этот рассказ про то, что к человеку приходит радость от своего труда. Есть, ребята, мудрая пословица, в которой говорится «там, где труд, там и счастье». Давайте вместе поищем в рассказе те строки, которые близки по содержанию к этой пословице. Саша Пряников. Какой-то хороший человек взял и вкопал два столбика, да прибил к ним доску. Вот и получилась скамья. Кому надо отдыхать, никто этого человека не знает, а все спасибо ему говорят. Наташа Киреева. Знал бы я этого человека, пояс бы ему поклонился и руку пожал. Все, что есть в нашей стране, это наше родное. Чужого ничего нет и быть не может. Какой же мы сделаем вывод из этих прочитанных слов? Игорь Кавригин. Этот рассказ про человека, о человеке, который не думает о себе, думает о других людях. Думать обо всех людях. Этот сад у школы посадили ученики. И он стал еще одним классом. Классом на свежем воздухе. Сегодня здесь практикум по ботанике. И этот рядовой урок под руководством Марии Николаевны Косаревой праздник для ребят. Но такие уроки несут в себе и другой, более глубокий смысл. Ребенок растит яблоню не только для себя, для всех. Урок химии ведет Надежда Григорьевна Толоконникова. Обычный урок. Но строится он так, чтобы каждую минуту весь класс работал с полной отдачей. Надежда Григорьевна старается приучить ребят к самостоятельности в учебном труде. Эта самостоятельность проявляется и в выполнении индивидуальных заданий, и в проведении лабораторных работ, и в решении сложных задач. На доске решаем аналогичную задачу. Ира Капитонова. Активизировать внимание, научить каждого нестандартно мыслить, постоянно развивать интерес к предмету важнейшая задача педагога. Как вы считаете, ребята, правильно решена задача? Таня? Задача решена правильно. Что думает иначе? Женя помог? На доске все верно. Но я сделал по-другому. Пожалуйста. Молодец. Очень хорошо. Садитесь. А сейчас, ребята, вопрос по материалу. В каких отраслях народного хозяйства применяется нефть и нефтепродукты? На примерах нашей Куйбышской области, пожалуйста. Лена Постникова. Завод в городе Тольятти выпускает синтетический кучук, который идет на изготовление машин для автомобилей, тракторов, также на изготовление резиновой обуви. Молодец. Садись. Оля. На природных видоизменениях нефти работает асфальтовый завод, который находится в нашем селе. Экскурсия на нефтеперегонный завод. Логическое завершение урока, начатого в классе. Здесь ребята со всей полнотой ощущают, как необходимы и важны знания, получаемые в школе. Здесь они соприкасаются с могуществом химической науки, химической индустрии. Пока это только экскурсия. Но пройдет совсем немного времени, и эти юноши и девушки вольются в ряды аппаратчиков и лаборантов, чтобы трудом своим множить богатство земли. В настоящее время электрическая энергия широко применяется во всех отраслях народного хозяйства. В промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве, кино, радио, телевидении, в быту. Урок физики ведет Таисия Михайловна Капитонова. Урок не совсем обычный. В кабинете вместе с учениками коллеги по профессии, преподаватели физики и соседних школ. Ребята, мы закончили с вами изучение большой темы электромагнитные колебания, переменный электрический ток. Первый вопрос к вам. На каком явлении основано действие генераторов переменного тока? Оля Пуговкина. Действие генератора переменного тока основано на явлении электромагнитной индукции. Как вы думаете, ребята, в каких приборах и устройствах, находящихся в этом кабинете, используется явление электромагнитной индукции? Оля Лосева. В трансформаторах и реле, кинопроектора и усилителях. Отвечает Валера Мячин. В отклоняющихся системах и силовых трансформаторах телевизор. Долгополова. Явление электромагнитной индукции используется также в кадоскопах. Хорошо, достаточно. Ребята, мы видим, что явление электромагнитной индукции широко используется нами в повседневной практике. Вот почему необходимо не только изучать его законы, но и умело пользоваться ими. Попытаемся решить несколько задач. Первая и третья группа выполняют вот эту задачу, а затем опытным путем проверяет зависимость КПД-трансформатора от величины нагрузки. Остальные будут решать вторую задачу. В тетрадях дают подробный анализ и решение. У доски будет выполнять эту задачу Ваня Пупынин. Пожалуйста, Ваня. К доске. Ученик не может решить задачу. Кто поможет, ребята? Надя Грибцова к доске. Весь класс работает уверенно, а этот у него и раньше случались срывы. Почему? Надо выяснить. Ради этого стоит побывать в семье ученика. Семья обеспеченная, как говорят, благополучная. Переехала в Кенель-Черкассе из соседнего села. Там он и учился до восьмого класса. Необходимо выкроить время и съездить в это село. Побывать на уроках в школе. Тут учительница физики молодой специалист. Поэтому ее педагогический опыт пока еще не велик. Надо обязательно помочь ей. И лучше всего это сделать на заседании межшкольного предметного объединения. Общими усилиями легче разработать необходимые рекомендации. И они станут достоянием всех школ района. Учительница русского языка и литературы Валентина Федоровна Зубкова. Здравствуйте, ребята. Садитесь. Сегодня нам предстоит написать сочинение на тему «Я землю эту люблю». Ну, прежде чем приступить к делу, давайте вспомним, кому принадлежат эти строки, чьи слова стали темой нашего сочинения. Марина, не киповы. Это слова Владимира Маяковского из поэма «Хорошо». Правильно. Садись. А теперь, ребята, подумайте, какой смысл поэт вложил в эту фразу и, в частности, в слово «Земля». Коля Долгополос. Я землю эту люблю. В эту фразу Маяковский вложил глубокий патриотический смысл. По словам «Земля» он имеет в виду нашу молодую республику, нашу родину, сокаленную в труде и боях. Наш Советский Союз. Молодец, Коля. Очень хорошо. Садись. Безусловно, тема патриотизма в литературе вечная. А теперь я хотела бы услышать от вас ваше собственное понимание слова «Земля». Что нам скажет Попова Оля? Ну, еще слово «Земля» имеет другое значение. Земля — это наши поля, на которых работает человек, выращивает хлеб. Недаром в народе говорят, что Земля — это наши кормилицы. Правильно, Оля. Садись. Кто дополнит? Толик оттенёшь. А еще «Земля» — это поле нашей деятельности, место, где предстоит нам работать и жить. Толик правильно мыслит. Вы — молодые хозяева Земли. Вам и предстоит преображать и украшать Землю. Подумайте. А еще какое значение имеет это слово? Шензерф Андрей. Еще Земля — это наша планета, весь мир. Мы живем на Земле. Даже в космосе человек связан с Землей. И это верно. Каждый человек должен беречь и любить свою Землю. А теперь, ребята, попробуйте в сочинениях выразить свои мысли о Земле, используя известные вам произведения современных писателей. и ложиться к строке строка. Мы не сомневаемся, сочинение будет написано, потому что ребята постоянно учатся понимать и ценить неброскую красоту своей Земли. Они пишут ее на занятиях художественного кружка, познают ее в собственной картинной галерее. Здесь, в школе, рождаются первые робкие рефераты, рассказы, стихи. Есть на свете уголок Земли, что мне дорог тихую красой, где шумят от ветра ковыли, где тоскуют иволги весной, где березки, кроны распушив, в храпот становятся лесной, и где ива милая грустит, в синеву поникнув головой. Спасибо, Надя. Ваше мнение, ребята? В основной мысли стихотворения Надя хотела показать любовь к родному краю, к иве поникшей в синеву. По-моему, это у нее мысль выразилась в этом стихотворении. Мне кажется, свое произведение Надя вложила душу. Но если вы с того же разобрали... Идет очередное заседание филологической секции. Многое из того, что разбирается здесь, пока еще далеко от совершенства. Но организатор и руководитель секции Валентин Иванович уверена, достигается главное. На таких занятиях ребята не только учатся владеть словом, развивают фантазию, они приобщаются к прекрасному. Не случайно на областных конкурсах сочинения Кенель Черкасской школы всегда называют в числе лучших. Школьный Ленинский музей. Все его экспонаты изготовлены учениками. Здесь бывают и ученики соседних школ, и знатные люди района. Гостям и хозяевам всегда есть что рассказать друг другу. Эта книга коллективный труд нескольких поколений кенель-черкасских школьников. Их усилиями восстановлены многие героические страницы истории. Ребята пишут историю, но они не бесстрастные летописцы. Торжественные и скорбные минуты. Благодарная память о тех, кто не вернулся в родное село с Великой Отечественной. Юные следопыты под руководством учителя Ивана Трофимовича Ошрапова помогли установить неизвестные ранее имена. Многих из них Валентина Матвеевна Веревкина знала в лицо. Училась вместе с ними в той самой школе, которой теперь руководили. Герои не умирают. Они живут в памяти односельчан, в памяти поколений. Это не швейное ателье и не кондитерский цех. Это обыкновенный урок. Урок приобщения к профессии. В школе каждый выбирает профессию по душе, приобретает не только глубокие теоретические знания, но и практические навыки. А применить их есть где. Уже много лет действует школьная производственная бригада. В окрестных колхозах ребята выполняют разные работы. И везде они самые желанные помощники. но есть у них и свое школьное поле. Урожаем на этом поле могут позавидовать лучшие хозяйства района. Приносить людям пользу трудом своим на земле. Иногда правда хочется большего. Хорошо например помечтать о небе, о далеком космосе, сидя в пилотской кабине. Командир корабля Юрий Андреев мечтал о том же, но он вернулся на свое поле, в свою землю и стал крылатым хлеборобом. Земля ценит преданность. Елена Васильевна Сиротина доярка, член правительства. По просьбе школы она ведет практику машинного доения коров. В этих уроках не только освоение техники, но и приобщение к мастерству. посвящение в хлеборобе. этот торжественный акт не дань мони, веление времени. Они хлеборобы по призванию. И не потому ли этот плакат в школьной столовой кажется лишним. Ребята хорошо знают цену не только куска хлеба, но и вкус пота, с которым он достается. Они хлеборобы. Однако не хлебом единым жив человек. В Кенель-Черкассах это хорошо понимают. Хочешь заниматься спортом? Иди в спортивную секцию. Любишь книгу? К твоим услугам богатая библиотека. Нравится музыка? Есть музыкальная школа. А если захотел потанцевать, пожалуйста, балетмейстеры и музыканты тоже найдутся. Не случайно среди кенель-черкасских школьников нет ни одного правонарушителя. Атсистат о среднем образовании вручается Фадеевой Татьяне Сергеевне. Фадеевой Татьяне Сергеевне вручается свидетельство о присвоении ей квалификации водителя автомобиля и водительское удостоверение. Присваивается квалификация механизатора сельского хозяйства Тарасову Владимиру Александровичу. мастера машинного доения Черепановой Любови Дмитриевне. Вручается аппетита по среднему оборудованию Черепанова и Липови Дмитриевне. Поздравляю. Присваивается квалификация швим-мотористки третьего класса Капитоновой Ирине Владимировне. Поздравляю вас в первую очередь. Спасибо. Вручается аппетита особого образка Капитоновой Ирине Владимировне и золотая медаль. Поздравляю вас. Начинается утро. Утро самостоятельной жизни. Ребята готовы к ним. Они знают свое поле, свою землю. Они знают главное. Всегда быть человеком. Человеком тружеником. Человеком дворцом. КОНЕЦ